Потрясающий комментарий. Было приятно слушать твой канал, не всегда соглашался с тобой, но это уже перебор. Она жила, как и вся наша страна, от неадекватности нашего правительства, а ты втоптал в её грязь, я очень разочаровался в тебе и в твоём канале. Пока не хочу говорить, что ты начинаешь продаваться, ну и так далее. Таких комментариев очень много. Девушка смеялась, как мне кажется, над народом, а не над суммой. И зачем ты вырываешь из контекста огромное количество комментариев в защиту вот этой вот барышни, сотрудницы ВГТРК с Камчатки, которая рассмеялась в прямом эфире. Ребята, слушайте, вы правда верите, что эта девица, читая каждый вечер в эфире подобный бред, откровенно не понимает, что это бред. И что она обманывает своих зрителей, по сути. Вы реально этого не понимаете? Кто-то, кстати, там дальше пошёл, написали. Ну, она же у себя на странице, там где-то в соцсетях написала, что её мнение может не совпадать с мнением редакции. Кто-то ещё круче написал. Ну, что в этом такого? Это же её работа. Круть. Ребят, это до какой степени мы деградировали, мы уже предатели, оправдываем таким вот образом. Ну, это же её работа. Слушайте, ну, давайте тогда все дружно извинимся перед Киселёвым, перед Соловьёвым, перед Скобеевой, перед прочими мерзавцами и негодяями, которые уничтожают нашу страну. Вернее, способствуют тем, кто её уничтожает. Способствуют активно, обманывая людей. Вбрасывая, да, делая из людей дебилов, зомбируя их. Я считаю, это предательство. Ну, давайте извинимся, прости меня, Скобеева, что несколько раз негативно о тебе высказывался. Это же всего лишь твоя работа. Давайте всех, кого осудили после Великой Отечественной войны за то, что они работали полицаями и расстреливали моих родственников, твоих, твоих, твоих. Давайте их тоже оправдаем, героев им дадим. Начнём чтить их память. Потому что, ну, они же не со зла предали-то свою страну. Это просто была их работа, они просто хотели выжить. Ребят, я хочу обратиться к этим комментаторам. Вы что, умом тронулись? Вы реально предательство уже пытаетесь оправдать вот таким вот образом? Что, ну, это уже деградация, по-моему, ниже некуда. Честно меня спрашивают, какой у нас строй. Демократия, плутократия, идиотократия. Вот какой у нас строй. Начинаем. Потрясающая новость. У новой редакции кодекса об административных правонарушениях количество штрафов, которые можно будет облатить с 50% скидкой, увеличится в 8 раз. И будет распространяться на тысячу нарушений всего штрафов. Сегодня административным кодексом предусмотрено более полутора тысяч всяких разных штрафов. И вот пошли они нам, ребята, на уступки и сказали, ну, хорошо. Давайте, чтобы вам жилось полегче, мы сделаем на тысячу штрафов скидку в 50%. Я не знаю, кто этому будет аплодировать. Во-первых, да, наверное, стоит задуматься. Представьте, какое количество штрафов. А во-вторых, на самом деле, для чего всё это делается? Те, кто не разбираются в экономике, я вам подскажу. Просто, видимо, они эти штрафы уже собирать не в состоянии. Потому что людям нечем платить. И вот они решили таким вот образом простимулировать, так скажем, собираемость этих штрафов. Ну, давайте, ну, 50% скидки сделаем. Сегодня, да, действуют вот такие вот условия по ряду штрафов. В основном ГИБДД, когда там в течение нескольких дней ты оплатил, там 20, по-моему, дней. То ты платишь там условно не тысячу, не две, не три, а половину только от этого штрафа. Сейчас они ещё в отношении тысячи разных штрафов предлагают ввести такие же условия. Повторюсь, говорит только об одном, что они не могут их собрать. А почему не могут собрать? Потому что у людей нет денег. И, наверное, это говорит о многом. То есть, вот до такой степени мы до вставались с колен. Даже на штрафы у людей уже нет денег. И с этими людьми ничего нельзя сделать. Да, конечно, можно обложить ещё там трёхэтажными штрафами дополнительными. Но реально, ну, если у него только усы, лапы и хвост. То есть, ему жрать, купить не на что, жить не на что. И они это понимают. Раз они это делают, я имею в виду, они оттуда. Они это осознают. Они осознают, что они таким оброком уже народ обложили. Такой данью, что это полный привет. Ещё один момент. Примерно из той же оперы. Вот вы знаете, буквально на Медне. Сходил в парикмахерскую. А я постоянно хожу в одну и ту же парикмахерскую. Это не какой-то салон, не что-то ещё. Это такая условная парикмахерская номер 11. Чем она мне нравится? Ну, во-первых, она недалеко от дома. Я постоянно мимо хожу. Во-вторых, ну, там, в принципе, цена-качество, нормальное соотношение. Ну, и в-третьих, там не надо долго сидеть в очереди. Там не нужно записываться. Можно зайти, буквально подстрижать и пострижём. Ну, там подождать, может быть, минут 5-10. Поэтому хожу и вот в крайний раз зашёл. Выхожу и понимаю, что что-то не так. И до меня доходит, что ещё минувшим летом я в этой же парикмахерской из Трикса за 350 рублей. А в этот раз с меня взяли 250. То есть, ребята снизили цены. Даже догадываюсь, что вот они сейчас начнут аплодировать, кричать, вот, вот, а вы всё наезжаете на нашего великого кормчего. Смотрите, санкции-то правда на пользу пошли. Цены-то снижаться начали. Только я вас расстрою, господа ватаны. Объясню, если вы не понимаете, почему они снижаться начали. Потому что не бывает такого. Всё повышается. Тарифы ЖКХ повышаются. Там, я думаю, оплата аренды у них тоже повысилась у этой парикмахерской. Там бензин в цене вырос. Свет в цене вырос. И так далее. То есть, всё в цене только выросло. А услуги парикмахерской вдруг снизились. Да всё очень просто. На самом деле, подозреваю, в эту парикмахерскую люди перестали ходить. Дорого для них стало стричься по 350 рублей. Поэтому вот на такие вот условия они пошли. Вот к такой хитрости прибегли. Снизили цену. Пусть там дешевле, но хотя бы люди идут. Хорошо ли это? Ну, тебе, дураку, ватному хорошо. Ты, по крайней мере, можешь себя сейчас копытом в грудь бить и кричать «Вау! Ура! Прорыв!» На самом деле, это очень хреново для экономики. Потому что, повторюсь, цены на всё повысились. Парикмахерская снизила цены на свои услуги. Что это значит? Это значит, работники этой парикмахерской не могут уже рассчитывать на повышение зарплаты. То есть, уровень доходов вот этих вот цирюльников, которые там работают, снизился. Это значит, что снизился уровень доходов самой парикмахерской. Это значит, что у всех участников этого процесса снизилась покупательская способность. То есть, они будут меньше покупать каких-то товаров в соседних магазинах элементарно продуктов питания. Или будут покупать какие-то продукты подешевле. Они откажутся откуда-то там от каких-то поездок. В конце концов, всё это как снежный ком приводит к тому, что и владельцы парикмахерской, и вот эти вот люди, которые будут получать меньше зарплаты, они все будут платить меньше налогов. То есть, бюджет будет недополучать. То есть, экономика снизится. Вот куда надо смотреть-то, а не аплодировать. Вот в эту всю историю, причём не только с этой парикмахерской подобные случаи. Примерно в тот же день мы разговаривали с мамой, которая сходила в магазин Ашан. Она любит иногда прогуляться по большим магазинам, делать нечего, на пенсии сидит. Она приходит, она говорит, слушай, у меня такое подозрение, что Ашан будут закрывать. Я говорю, что ты это взяла? Она говорит, не поверишь, в Ашане полупустые полки, как в советские времена, на полках нет ничего. Надо сказать, что ходит она в будние дни по магазинам. То есть, это не праздничные дни были, не выходные. Там можно понять. В предпраздничные, да, просто всё смелее. В выходные огромное количество людей приезжает, в том числе откуда-то из области закупаться. Такое тоже бывает. В будний день, когда все, в общем, на работе, чтобы не толкаться, она туда ходит. В будний день полупустые полки в магазинах. И мы уже знаем случаи, что в ряде регионов, вот этот магазин Ашан, и не только он, а такие гиганты, как Ашан. В Питере тоже забыл, Спар, по-моему, он называется, сеть супермаркетов закрывается. О чём это говорит? Это как раз говорит о том, что невыгодно стало работать. Покупательская способность снизилась у людей. Покупать стали меньше. И даже такие гиганты, как Ашан или Спар, не вытягивают. Уже не вытаскивают. Вот эту вот историю. Им невыгодно заниматься этим бизнесом, а они уходят. И это опять шарахнет по нашей экономике. То есть, мы опять уйдём в минус. Ну, я не знаю, как до ватанов ещё достучаться, как долго мы таким макаром будем вставать с колен. Мы всё ниже, ниже, ниже. Мы встаём как-то, знаете, кверх ногами, туда, под землю. Повторюсь, я один это понимаю. Но то, что это полная задница, это уже полная задница. Это то, что называется приплыли. Поэтому, ребят, вы подумайте об этом. Не будьте идиотами. Не ведитесь на всякие разные разводки. Хорошего дня!